И снова здравствуйте! Вы смотрите главные новости. Меня зовут Дэн Грибов и вот о чем я и мои коллеги расскажут вам в ближайшие 10 минут. Опасный ремонт. Второй и четвертый дома на пятой красноармейской улице покрылись трещинами. Пожар на Кондратьевском рынке. Сгорел ангар с экзотическими животными. Новогодняя ночь в Петербурге будет снежной. Чего ждать от погоды в канун праздников? Озеро Сестрорецкий разлив станет чище. Сточные воды города Сертолова теперь пойдут мимо на северную станцию аэрации в поселке Ольгина. В церемонии переключения участвовали Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко. Этот экологический проект – совместная работа двух регионов. Город построил и ввел в строй коллектор от поселка Песочный до отчистных сооружений. Вклад области – возведение главной канализационной станции в Сертоволе и двух напорных линий. В озеро теперь будет попадать на 60% меньше сточных вод, а через несколько лет живописный водоем снова станет безопасным. К 15-му году сможем сделать так, чтобы в озере разлив опять можно было купаться, чтобы там опять водилась нормальная рыба, которую можно было бы есть. Я помню, в детстве ловил там рыбу, причем интересную, хорошую крупную рыбу, лещей больших. Более того, разлив к этому моменту снова станет источником питьевой воды для Сестрорецка. Но для этого нужно еще построить новый канализационный трубопровод от Черной речки и реконструировать старый в районе города Сертоволе. Не обернутся ли работы в подвале трагедией? Жильцы 2-го и 4-го домов по 5-й Красноармейской улице вышли на мороз, чтобы показать, по их дому идут трещины. По какой причине ремонт начался без согласования и что будет на месте подвала? Ольга Розенгурт разбиралась в проблеме. Тревогу жителей домов номер 2 и 4 по 5-й Красноармейской улице забили еще летом. Собственник подвала, где расположены домовые коммуникации, начал переоборудовать помещение под офис, а дверь, недолго думая, решил прорубить у стыка двух домов. В июле 2010 года был согласован проект устройства отдельного входа со стороны 5-й Красноармейской улицы. Других никаких согласований по поводу перепланировки, углубления подвального помещения согласовано не было. Тот проект, который был согласован в 2010 году, в настоящее время уже требует повторного пересогласования. О том, что проект был согласован без исследования здания, межведомственная комиссия узнала лишь сейчас. Тем временем владелец помещения уже распилил асфальт в том месте, где хочет оборудовать новое крыльцо. 5-я Красноармейская свое название получила в 1923 году, хотя появилась в середине 18 века. Здесь располагалась 5-я рота Измайловского лейб-гвардии полка. Улица примыкает к правительственной трассе, к Московскому проспекту. Домам, о которых идет речь более 150 лет. Любые строительные и ремонтные работы – огромный риск. Василий Рыбалка – строитель с более чем 30-летним стажем. Организация, в которой он работал, в свое время проводила капитальный ремонт этих домов. Надо произвести изыскательские работы, заключения сделать, экспертизу проекта. И после этого только можно что-то там производить. Но, как говорится, собственник, вот можно посмотреть на эти стены. К чему это приводит? Трещины начались уже. Видимо, он производит работы, которые не согласованы с городскими службами. Летом здание проверила жилищная инспекция, но в подвал специалисты не попали. На дверях замок. Ключ у владельца помещения. Если с коммуникациями что-то случится, доступа у коммунальных служб к ним не будет. Начальник ЖЭС в подвале также никогда не был. О том, что там происходит, он не знает. В данный момент собственник предоставить доступ не сможет. А где он сам? Собственника подвала приглашали на встречу с журналистами и жильцами. Сославшись на неотложные дела, он так и не приехал. Известно ли, что зовут его Александр Марыганов. Как подвал дома стал принадлежать ему, жители до сих пор не понимают. Два года назад приходила в домоправ с мужчиной, с папкой с документами. Насчет подвала, чтобы его там, собственность, они говорили. Я говорила, а что там будет? Они говорят, ну мы там просто порядок наведем, мы там какой-нибудь офис сделаем. Мы ничего не подписывали. После многочисленных жалоб работы у фасада домов приостановили. Но в подвале они, как уверяют жильцы, идут полным ходом. Вот с этими работами, знаете, вот живу на последнем этаже, и стенка, прямо вот такое ощущение, как будто трясется стенка. У нас перегородка с кухней в комнату очень тонкая. Вот дребезжание это идет. Специалисты жилищной инспекции дали предписание коммунальным службам поставить специальные маячки, чтобы контролировать размер трещины на фасаде здания. Их установили лишь 1 ноября. И вот нам удалось попасть в этот подвал, где, как говорят, не были жильцы ни второго, ни четвертого домов. Резиновые сапоги, значит, здесь довольно часто бывают рабочие, свежие доски. Говорят нам о том, что работы идут полным ходом. Фундамент дома. По нему мы видим, что было сделано все-таки углубление полов. Где-то здесь сантиметров 40. Это старая гидроизоляция. Свежий кирпич мы видим, что уже прорубается вход в помещение подвала со стороны 5-й Красноармейской улицы. Ни потолок, ни стены не укреплены. А это значит, что в любой момент все здесь может рухнуть, как карточный домик. Ольга Розенгурт, Дмитрий Кувалдин, Денис Мешаков. Новости, Санкт-Петербург. Сторона Апраксина двора по-прежнему опасна для жизни. Глыбы и снега и льда нависают над головами прохожих. Спустя два дня после гибели женщины, отупавшей с крыши дома по Апраксину переулку Сосульки, здесь заметно прибрались, но в основном только по периметру. Внутри двора, где сейчас идет активная предновогодняя торговля, происшествия каждый день. Вчера утром, когда на работу пришли, вот сверху, вот здесь прям упало. У меня там мужчина-покупатели были, прям головы. На меня настолько сильно не было, я успела. А ему все, в голове вообще ужасно. Дороги завалены снегом, вперемешку с мусором, а люди скользят по толстому слою льда. Почему даже гибель человека не заставила привести Апраксин двор в порядок, разбирался наш корреспондент Дмитрий Рунков. Его сюжет на эту тему смотрите в нашем следующем эфире. Водитель, потерявший сознание за рулем, чуть не сбил пешеходов. Происшествие случилось на углу улицы Руднево и проспекту Луначарского. Иномарка врезалась в маршрутку. Пролетела мимо людей, переходивших дорогу. И протаранив еще три автомобиля, врезалась в ограждение. Это видео нам прислал очевидец. Как утверждали свидетели, водитель упал на кресло пассажира до момента столкновения. Впрочем, немного оклемавшись, виновник ДТП стал утверждать, что причина аварии не в нем. Первым на место происшествия оказались пожарные. Затем подъехала машина из скорой и увезла хозяина иномарки. Пожар на Кондратьевском рынке. Там сгорел ангар с экзотическими животными. Возгорание произошло рано утром, но уже к 8 часам пожару присвоили второй повышенный уровень сложности. Первые кадры нам прислал очевидец Антон Миргородский. На них видно, что кровлю устроения уже обрушилась. Как сообщает главное управление МЧС по Петербургу, площадь составила более 500 метров. Специалистам пришлось задействовать значительные средства, чтобы локализовать и погасить пожар. По предварительным данным, среди погибших животных есть змеи и птицы. По прибытию первых пожарных подразделений повысили ранг пожара до номера 2. Сосредоточили необходимое количество сил и средств. Здание представляет собой металлический корпус 20 на 30 метров. Здание горело по всей площади. Работало 8 единиц основной, 10 единиц специальной техники. 8 человек личного состава. Службы взаимодействия сработали как положено. Никаких отказов в работе техники не было. Чтобы оградить прохожих и припаркованные автомобили, правоохранительные органы организовали оцепление. В рамках своей деятельности полицейские оказывали содействие в устранении пожара, организовав условия по беспрепятственному тушению огня. Участвовали около 20 сотрудников полиции, в том числе 4 экипажа ГИБДД, 2 экипажа УВО, а также участковые полномоченные. В канун Нового года петербуржцев ждет морозная погода. Сегодня стрелка термометра опустится до минус 10 градусов. Холоднее за городом, там будет до минус 15. Правда, морозы продлятся недолго. Уже к воскресенью метеорологи обещают потепление. В праздничную ночь атлантический циклон принесет обильные осадки. Ну а годняя ночь, около нуля градусов и мокрый снег. А 1 января снегопад усилится. Достаточно много осадков выпадет. И температура воздуха, начиная с 1 января и до 4 будет колебаться вблизи нулевой отметки. Плюс 1 градус, минус 1 градус. Причем такая температура будет сохраняться и днем, и ночью. И 4 января в городе ожидается постепенное похолодание. Осадки, как говорят синоптики, маловероятны. На этом пока все. Телефон редакции 335-15-55. Наш сайт topspb.tv. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok